МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы перенеслись в рай БМВшника, потому что здесь есть аж три Е38, самые редчайшие в России. Боже, я сломала. Мы запихивали один очень толстый, продолговатый предмет. Так она выглядит гораздо эротичнее, чем была. Здесь следы сварки. Это 126, осталось 261. 60 сил куда-то. Это называется эмульсия. Фух. Это, конечно, меня поразило. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здесь уже что-то делали, говорили. Вон же лук. Всем привет во второй серии с нашим бумером БМВ-семеркой. Как вы помните, мы приехали в Москву, еле-еле душа в теле доехали. Что? Все, она заглохла. Потеряли всю веру, нервы, деньги. Канисту, кстати, тоже из-под бензина потеряла. Но доехали до сюда, и сейчас эта семерка, она у Жени на техническом обслуживании, осматривании. Мы будем говорить про Женю, как про айболит. Когда я говорю айболит, вы должны понимать, что это Женя. Итак, заходим в цитадель. Женя, мы к тебе опять. У тебя тут так много всего. А что из этого семерка? Из этого ничего. А, на улице? Семерка на улице. Летс го, посмотрим. Как я знаю, ты с нее снял колхозный обвес? Да, абсолютно. И теперь она стала менее колхожная. Вот это она, да? Ну, она, блин. А ты уверен, что надо было снимать двери, чтобы снять обвес? Двери снимали для того, чтобы потом было проще разбирать, собирать и заниматься работой. Я знаю, очень понравилось вам, ребят, серии геликом, когда мы смотрели его досконально. Мы запихивали один очень толстый и продолговатый предмет. Да, прям, в гелю. О, ну, в смысле, в гели. Ну, кто что подумал? Что, принести то, что впихнуть? Да, впихнуть. Вот он идет, он идет. Так это же была подпорка для капота, я помню. Да. Ты сейчас ее переделал в длинный... Ты ее переделал в дырявитель BMW. Ой-ой-ой. 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 Блин, Коль, что у нас получается покупать какие-то ржавые корыты, которые вот сразу идут с естественной вентиляцией? Может быть, кондиционер просто не работал и нужен был дополнительный обдук? И печка не работала. Блин, мы так замерзали, когда ехали, просто жесть. Я укуталась там во все возможное. И что, в гелике не работала печка? Что вот в этой тачке? Ну, все сделаем, починим, все будет работать. Так-то она, смотри, она выглядит так вот нормально. Визуально она, да, она симпатичная, да. А просто ты открываешь ковролин и видишь вот это. Но за счет того, что ковролин плотный здесь, ты не будешь слышать какие-то... Совершенно верно. Ничего не будет слышно, потому что он плотно прилегает в ничью. Набирает воды и гниет дальше. Ладно, внешка эта все, знаешь, переменная. Ее можно поправить. А что у нас по технической части? По технической части, ну, не работает половина мотора. В смысле? То есть из 12 цилиндров работают 6. Нам хозяин сказал, что там мотор, это то, за что надо покупать эту машину. Эта машина не было нигде в ювелениях. То есть мы ее нашли чисто через знакомых. А вот такими какими-то окольными путями. И, наверное, по техническе можно быть уверен. На самом деле мотор хороший, работает неплохо. Наверное, здесь ситуация такая же, как и была с геликом. Где на гелике, если помнишь, то, что он неправильно работал, медленно разгонялся, а потом стал нормально ездить. Здесь примерно то же самое. Но надо будет делать полную диагностику. Я буду вскрывать, скажем так, цилиндры. Будем смотреть вначале эндоскопом. Все это проверять, смотреть, есть, нет задиры. Ну и что вообще с мотором и с коробкой. То есть эти 6 цилиндров можно активировать, если правильно настроить машину? Ну, совершенно верно. То есть надо разобраться с тем, что с ней в данный момент происходит, что с ней сделали, что поломано. И, соответственно, поменять детали, я думаю, она начнет ездить нормально. Предварительная диагностика то, что сделали. Есть момент того, что многие блоки компьютер просто не видит. Но надо смотреть, опять же, проводку. Там непонятно, что с ним. Потому что видит только блок двигателя, блок КПП. Знаешь, когда я впервые увидела эту машину, она же тоже 98-го года. Да. Я подумала, что она намного лучше выглядит, чем мой гелик. Я скажу так. И лучше в состоянии. По состоянию она получше. Несмотря на то, что она гнилая и дырявая, она более-менее живая. В плане взять даже тот момент, что с мотором, допустим, есть какие-то проблемы. Но я надеюсь, что они решаемы так же, как и в гелике. Цена ей 7 тысяч баксов, как ты думаешь? Ну, приблизительно, да. Или это как с геликом? Ляма отдала, на самом деле, цена ему 600 тысяч. Нет. На гелике не оправданная цена, а здесь оправданная. Ангелина, исходя из того, что есть, допустим, сейчас на рынке у нас в России, да и не только, на самом деле, в России, она более-менее. Потому что это минский вариант. Да. Если ты хочешь ехать с живой семеркой, то тебе нужно ехать в Беларусь. То, что смотрел здесь я, с живого нет вообще ничего. Там скорее не швабра пройдет. Там не то, что швабра пройдет, там можно было ее, наверное, разорвать просто пополам. Наехал на лежачий полицейский такой. Да, и пополам сломался. Ребят, хочу напомнить вам, что мы эту тачку взяли не просто так. И никакой корреляции с геликом, с моим проектом шоу-кар она не имеет. То есть, если в гелике у нас главная задача была развеселить народ, покататься на ней, чтобы она была максимально неординарной, и с ней как можно больше фоткались, мы не уделяли внимания техничке от слова совсем. У нас не стояла такая задача восстановить его в идеал. Вы видели, в каком состоянии была машина, это было сделать, во-первых, сложно, и у меня не было такой задачи. Поэтому мы как бы это не делали. Вот эта тачка, которую мы купили, мы купили ее специально, чтобы со взрослым подходом, ответственным восстановить ее. Потому что наша задача первостепенная, это сделать так, как будто она съехала только что с конвейера в 98-м году. Поэтому мы привезли ее в БГТ-сервис, и они будут заниматься этим проектом. А что самое главное, у каждого из вас, каждый, кто смотрит, у него есть возможность заполучить эту тачку. Поэтому смотри каждое видео дико внимательно, очень внимательно, с чайком, с печеньками. Короче, погнали. Женя, расскажи, насколько глубоко мы можем восстановить эту тачку? Вот какой у нас вообще план работы? Восстанавливать будем ее до идеала, вплоть до разбора кузова, от слова совсем, то есть до металла. Будем останавливать двигатель, будем смотреть, полностью диагностировать. Если понадобится, значит, с полным разбором. Восстановим двигатель, трансмиссию, все полностью ходовую. То есть все, что можно сделать в этой машине, будет сделано. Будет восстановлена электрика до штатного состояния, кузов будет доведен до идеала. То есть все ржавые места, коррозия, все будет убрано. Кузов будет пескоструиться, краситься, ну и как бы со всеми, скажем так, нормами завода. Короче, мы тебя не торопим, просто нам нужно, чтобы эта машина, вот правда, посмотри в мои глаза, чтобы она была настолько идеальна, насколько это возможность. Чтобы это была твоя лучшая машина, твоя, знаешь, вот каждый человек из портфолио в работе. Ты не тачка в твоем портфолио, тачка вот, которую ты можешь показывать своей дочке, уже не есть дочка, и говорить, блин, смотри, вот это реальный бумер из того фильма, и я его, короче, воскресил. Я думаю, останешься доволен, и все остальные. А сейчас пойдем, я хочу еще покромсать ее, короче, пока есть возможность что-то попихать туда. Как вам, кстати, ребят, пишите в комментариях, вы бы оставили эту машину Лобейси Хаммон или Хаммон в таком виде, это колхозинг и лучший АРИК. У нас надул хозяин, что это оригинальный Хаммон или нет? Ты как считаешь? Ну, судя по разбору, похоже, что Хаммон оригинальный. Серьезно? Если машина с 10 метров выглядит отлично, значит, все получилось. Они же тоже не страдают тем, что у них идеальная форма. Они же льют тоже там ни один обвес, ни два, ни три, а льют их тысячами. И люди покупают, также клеят на герметики, саморезы и так далее. Только единственное, там более грамотно надо было это все сделать. Вот и все. Ничего не скажешь, и салон сделан хорошо, как бы все логотипы везде Хаммон, все прошито, все сделано, все красиво. Не, ну я удивилась, что салон не перешитый, и перешит он так. Я не могу сказать, что над ней надругались, как бы это сделали с гелем. Но когда мы открыли, допустим, бардачок, бардачок больше не закрывался. Не надо, не надо, Женя, ну нет! Ну блин, сейчас он, все, он ушел гулять. Пойдем с той стороны посмотрим, там тоже варили. С той стороны варили дырку уже. А, это просто на эту сварщика не хватило, да? Да, здесь вот следы сварки. А вот это белило, это что? Оно белило, это замазали герметиком для того, чтобы меньше гнило, но тем не менее она, видишь, гниет дальше. Ну блин, вот здесь вот она вообще, то есть мне кажется, если ее чуть-чуть потыкать с правой стороны, прямо около сидения, то там она провалится. Там самое жесткое место, несколько слоев металла, то есть провалится, не провалится, но коррозия там сильная, да. А почему коррозия появляется даже во внутренней стороне? При попадании влаги в машину, ковер этот очень долго сохнет, он сделан там порядка 10 сантиметров, вот считай, набирает воды и постоянная влага. При жаре влага... То есть это кто-то пролил там чай, кто-то пролил воду или что? Нет, это при мойке, мыли ковры там и так далее, попали, кто-то открыл в дождь, там попала вода, потом она постепенно зимой, допустим, с ногами залазили, все это собиралось, и потом начинает гнить. У нее вот не только снутри, но и снаружи. Самое страшное, когда металл начинает гнить снутри, потому что он снутри прогревает уже до дыр. Я не могу понять, эта тачка мне нравится или нет? Человек мне нравился, сейчас мне кажется, что это какой-то ковер, дырявый самолет. Ну, так она выглядит гораздо эротичнее, чем была. То, что ты ее разделал? Да. Все, что раздеваешь, выглядит эротичнее. Вообще по кузову-то она в нормальном состоянии? Ну, по кузову, скажем так, самый живой кузов, который я видел за последние пару месяцев. Просто когда мы смотрели, нас научил парень из Дагестана, что нужно смотреть на дверь вот сюда, потом на край двери, получается, с внутренней стороны. Если нет там ржавчины, еще под тачкой смотреть, и где акун, да. Но какие-то моменты, где у них такая слабая... Самые слабые больные места, здесь есть как бы местами коррозия, где она, скажем так, она уже там присутствует, будем все вскрывать, убирать. Ну, соответственно, для того, чтобы все это привести в идеальное состояние. У БМВ самая сильная болезнь, это вот как раз где дыры, это задняя часть, допустим, правой стороны, левой стороны. Ну, конечно, но это такой мясистый барин сидел себе. Тут дело не в барине, дело в том, что при попадании влаги внутрь порога они начинают гнить изнутри. Потом вылазят вот такими жуками. Ну, эти жуки уже, скажем так, практически сквозны. Тачке нужен пескоструй, хороший уход. И пластика. И санаторий где-нибудь около Адлера. Это потом, после пластики. А, ну, знаете, какая очень страшная история произошла? Мы искали Бэху, первостепенный наш запрос был, чтобы она была хорошая под окон. И мы ее привезли из Минска, проверили документы, все сходится. Владелец переписал ее на нас, все окей. Мы едем ее ставить на учет. Наши там пробивают по базе, где, ну, тачка чистится в базе или нет. И тут ее нету, короче, в базах, вообще. Нету в базах. Мы думаем, что угнанная, что ли? О, господи. Короче, главная боль. А, оказывается, ее привезли в Минск еще до 10-го, по-моему, года, когда они только начинали заводить эти электронные базы. Поэтому она просто даже была не внесена еще туда. Видимо, через таможень не приезжала, поэтому ее никто в базу не вносил. Так что сегодня все хорошо, по докам тоже. Поэтому я очень рада. Женя приступает к работе, а тем временем мы переносимся на 3 месяца вперед. И сейчас вы увидите ту самую семерку, к которой мы стремимся по ее внешнему и внутреннему состоянию. Мы перенеслись в рай BMW-шника, потому что здесь есть аж 3 Е38. Самые редчайшие в России. Так еще и блондиночка тут стоит в таком наряде. Что может быть лучше и круче? Сейчас я расскажу вам, до какой стадии мы хотим довести нашу семерку на примере этих трех тачек. И вы поймете, почему я делаю такой акцент именно на этих трех малышках. Еще раз повторю, это очень редкие экземпляры, и они достойны вашего внимания. Поэтому погнали. Хочу загадать вам загадку, чтобы вы активизировались в комментариях. Тот, кто отгадает, пишет плюс в комментариях. Как вы думаете, какая из этих трех тачек была восстановлена? Вообще этот вопрос очень интересен, поэтому реально пишите, что вы думаете сейчас. И не перематывайте, не смейте перематывать дальше, я за вами слежу. Начнем с этой красотки. Как видите, она на дисках Alpina. У нее есть элементы обвеса Alpina, которые находятся спереди. По-моему, передний бампер и задний, насколько я понимаю. И она коротышка. То есть она мини-версии, причем я поняла, что наша тачка тоже компактной версии. Версия есть Maximus, вот видите, насколько она длинная. То есть ты там можешь разложиться, как в 62-м Майбухе. А есть такая версия коротыша, и это версия коротыша, но они все очень любопытны. Я так хочу теперь цвет салона у Гелика сделать вот такого, потому что бордовый мне нравится. Но этот белоснежно-белый, он как будто, знаете, вот есть мой любимый сыр, Филадельфия называется. И вот эту Филадельфию ты ешь вместе с ровным Филадельфией, и ты видишь вот это вот там. У меня сразу слюна начинает активизироваться во рту. Итак, что мы видим внутри? Мы видим здесь маленький мониторчик, то есть эта тачка уже рестовая. Мы здесь видим оригинальный телефон БМВ. Алло. Ну, как вы видите, она в идеальном состоянии. Все три тачки, они на жиру. Но какая самая жирная? Я думаю, по ее местоположению вы могли догадаться. Чуть-чуть пробежимся по салону еще. Я не знаю, насколько вот эта вышивка, она вообще уместна здесь, потому что какой-то арт-стайл. Тачка как-никак, она должна переходить от владельца к владельцу. Если ты ее как-то именуешь, то она сразу теряет свой какой-то вот первозданный вид. Это не очень хорошо, мне кажется. Офигеть, у меня даже на Х5 не такая хромированная вставка БМВ здесь. Переместимся назад. Мне интересно, там есть холодильник? Потому что в нашей семерке холодильник есть. И он настолько огромный, что занимает все пространство багажного отделения. Я помню, насколько это понтово было раньше иметь вот такую шторку в тачке. Просто вверх. Это был верх жира. Вот ты чувствовал себя барином настоящим. Везде этот арт-стайл. Господи, почему он здесь? Сразу замечаю минус. Здесь нету столиков. Проверка тачки на холодильник. Вместо холодильника здесь стоит сап. Мне бы реально хотелось, чтобы в нашей машине были вот такие сидения. Но я понимаю, что мы тогда отойдем от канона бумерского и сделаем, ну, под свой вкус. Это будет уже не то. Но в какой-нибудь тачке я бы очень хотела такие белые сидения. Потому что, вот смотри, здесь мы видим, что они немного кремовые, уже больше уходящие в беш. И это выглядит не так уже солидно, потому что там прям солидно. Я заметила на примере Bentley Continental GT, что эта тачка выдает ее старость, ее старушесность диске. Диски решают вообще. Поэтому с этой тачкой тоже можно такую аналогию провести. Посмотрите на диске этой машины. Во-первых, это какой радиус? Радиус огроменный. Ну, точно больше, чем 100. И насколько они прикольно выглядят, они очень ухожены. И сам весь кузов, насколько он внестит. То есть я смотрю и вижу свое отражение, и оно почти не искажается. Это очень круто. И сколов практически нет, но только за исключением вот этих вот двух моментов, наверное. И хром по всей машине, он в очень хорошем состоянии. Опять же, я не буду говорить, он восстановлен или нет, но он просто в хорошем состоянии. И на порогах, и вот здесь вот на этих молдингах, и там. Короче, прям очень-очень вкусно выглядит. А что, доводчики не шли еще тогда? Пишите в комментариях, что выдает эту машину вот по ее состоянию. Глаза же это зеркало души, посмотрите в мои. И посмотрите вот в эти английские глазки. Очень красивые, потому что наполированные. Что отличает вот эту от этой семерки? Она также коротыш, это не отличие, это схожесть. Но у нее бежевый салон, и у нее очень красивые вставки из дерева. Тут написано, кстати, BMW Individual. Не знаю, это было с завода или не с завода, но выглядит тоже прикольно. Могу понять, это оригинальный монитор? По-моему, это какая-то переделка, мне кажется. Короче, ребят, напишите, это переделка или это какая-то разновидность рестовых мониторов. Я не знаю, честно, я такое еще не видела, но выглядит очень технологично. По крайней мере, этот монитор в два раза больше, чем тот, который был на той тачке. Ореховое дерево, которое сюда вставлено, напоминает мне ореховую вставку в Bentley Arnage. Очень похоже, очень красиво. И она такая лоснящаяся, это как будто шелк. Вообще похоже на собачью шерсть, которая вот так вот здесь лоснится, ее так запекли, короче, под янтарем. У меня такие странные фантазии. Если проводить какую-то корреляцию с нашей семеркой, я просто сейчас смотрю и пытаюсь воссоздать у себя в голове тот салон, в который мы ехали из Минска в Москву, и понимаю, что это небо и земля. У меня большие сомнения, что мы сможем это все в такой вид привести. Это же будет огромная работа проделана. Ничего не выдает ее возраст, кроме монитора и спидометра. Все остальное это как будто тачка 22-го года. Просто сделана со вкусом и где-то там в Англии, потому что, ну, типа английский стиль тачек. Но это настолько вкусно. Смотри, какой каратыш здесь еще спрятался. Каратыш в каратеше получается. Тот был побольше. И знаете, что еще, ребят? У нас отсутствует BMW-шный телефон. Где его достать сейчас? Где его, мать его, достать? Я не знаю. Если вы знаете, где можно достать BMW-шный оригинальный телефон, напишите в комментариях. Я увижу ваш комментарий и обязательно воспользуюсь вашим советом. Карл, 98-й год и здесь память сидений, понимаешь? 3, 2, 1. Электропривод сидений. Все в рабочем состоянии. Даже что-то упругость сидений можно менять. Я в таком шоке. Как будто, знаете, этот технологический рывок был сделан когда-то давно. И сейчас просто мы пожинаем его отголоски. А все самое вкусное пришлось как раз на нулевые года. У вас нет такого ощущения? Бахаемся назад. Или, как говорят на сленговом языке людей, которые вводят такие тачки, кидаем кости. Знаете, что я заметила? В Rolls-Royce 59-го года очень крутую штуку, которую, по-моему, не используют сейчас вообще в машинах. У тебя здесь вот есть светильник. И ты здесь же видишь зеркало. То есть у тебя зеркало не вот отсюда вытаскивается, а вот отсюда. И ты можешь полностью повернуться, и ты видишь себя близко. И это очень удобно. То есть, по крайней мере, для девушек, чтобы краситься. А для мужчин, чтобы доставать что-то из носа или из глаз. Интересная тема про эти багажники, ребят, которые вы 100% не знали. Видите, странный звук такой. Слышите точнее его? Здесь один амортизатор обычный, а другой гидравлический, что позволяет ему плавно открывать и закрывать багажник. По тем годам это были невменяемые вложения в конструкцию автомобиля. И сейчас бы такое уже никто не делал. Но тогда не было аналогов, поэтому решили сделать вот так. Либо же делать уже такой механический багажник, который, ну, ничего приятного в нем нет. Видите, как он плавно закрывается? Фан. Я думаю, вам не надо объяснять, что сейчас у всех тачках стоят электрические моторчики на багажниках. Потому что это, во-первых, дешевле. Это легче установить и, возможно, даже легче обслуживать. Тогда просто не было аналогов и никакого другого варианта, как бы красиво закрыть багажник не своей рукой. Просто не было. Поэтому было вот так. Но было и дорого, и сама тачка стоила просто космос. У-у-у, посмотри, у нее диски эмошные. Но они оригинальные, это не альпина. Один маленький супер сзади, другой большой спереди. И диски, опять же, наполированные, что не выдает ее внешний вид. И тоже весь хром по тачке в***** вместе с ЛКП. Просто ты как будто смотришь в воду Байкала. Я еще заметила, что на черныше, который 2015 года выпуска, у него уже везде вот здесь вот такое цветение идет, знаете? Хотя у него там сделан антихром. То есть антихром, он немного защищает хром. Потому что, я как понимаю, по технологии там накладывается сверху такая пленка, чтобы он стал черным. Но все равно он там начал цвести. А тут, ну просто он в идеальном состоянии. Ну что, переходим к самой интересной жопке. Семерка, а точнее 750Li, лонговая версия E38. Почему у меня к ней, именно вот к этому экспонату, такая любовь? Я надеюсь, что вы у меня не BMW дрочеры. Те, кто смотрит Булкина, те поняли. И поймете, почему у меня такая любовь именно к этой машине. Я не говорю сейчас про ЛКП, про диски, это все понятно. И, наверное, камера не будет так хорошо передавать то, что вижу я своими глазами. Кстати, вот эти диски мне больше нравятся, чем те. Они с таким древесно-корневым уклоном по рисунку. Прикольно. Вот такие похожие диски, но по своей компоновке были на тачке моей подруги Мии Бойко. То есть, у Каенов есть аналог таких же дисков, только для Порш. И оказывается, что один такой диск у них стоит 250 кусков. То есть, в круг они бы стоили ля. Сколько эти стоят, я не знаю. Аккуратно открываем. Очень нежно. Садимся. О, Господи. Я смотрю на Хром, и он просто ослепляет мои глаза. Или эта операция у меня еще не прошла до конца. Ребят, просто представьте, что вы накатываете на своей тачке там 130 тысяч километров, ну, где-то года за 4-5, ну, типа того. Если эксплуатировать ее прям хорошо-то. А теперь представьте, что тачка 98-го года. То есть, ей 23 года. И представьте, что у нее пробег 130 тысяч, и более того, она минуты своей жизни не провела в детейлинге. Ее ни разу не восстанавливали. Абсолютно. Ни в каком ателье. То есть, она в том стоке, в котором она приехала к нам из Германии. И вот этот запах, это вот тот самый запах Баварии. Я офигеваю. Человек, наверное, ездил на этой машине полностью одетый в полиэтиленовый пакет. Чисто, чтобы ничего не загрязнить в этой машине. Я вот понимаю, что, ну, нашу машину мы так не сможем восстановить. Нужно будет сначала ее восстановить полностью. То есть, все детали будут новыми. То есть, элементы салона, кожи там и так далее. А потом ее специально вот так вот протереть, чтобы она потом опять состарилась. Только тогда она станет такой вот философией. Хром на порогах настолько хромированный. Что отражает цвета больше, чем лысина чувака из Бразерс. Блин! Офигеть! Здесь есть вход для кассет. Я палец туда засовываю, он открывается реально. Я реально хочу кассету сейчас послушать. Ребят, потихоньку начинаю раскрывать карты и рассказывать, какая тачка восстановлена, какая нет. И вообще, какая самая жирная из тех. Та машина, в которой я сейчас сижу, это самая жирная по комплектации. Самая уникальная по своему существу. Из тех, которые стоят здесь. И что самое главное, это единственный такой экземпляр в России. Не знаю, по всему миру сохранились ли в таком состоянии, но в России точно. Поэтому особенно внимательно сейчас прилипните к экрану. Здесь есть обдув попы. 98-й год, еще раз говорю. Есть шторка, которая отодвигается и задвигается обратно заднее. Есть монитор. Есть шесть кассет, которые ты можешь туда засунуть, и они будут там, пока ты не воспроизведешь их. Потом, у нее есть неотваливающийся бардачок. Мне кажется, у нее какие-то бардачки странные. У нее даже есть фонарик, ребят, который сохранился. Какая-то проблема вагон. Это не напишивается. Могу меня сломала. Я тебе не говорила, что мои родители слесари? Здесь даже, смотрите, амортизатор. И здесь написано БМВ. Прикольно. Он даже это сохранил. Здесь есть телефон. Здесь есть отделение для мелочи. Если у тебя локоть большой, ты двигаешь его назад. Если локоть маленький, двигаешь вперед. Блин, я хочу сделать вот так. Я просто никогда не курила. Курильщики, они реально, получается, туда продавливают кнопку. Потом она выпрыгивает, и ты достаешь и прикуриваешь. Да? Ну, я дурак. Просто машина не заведена. Ничего я ждала, я не понимаю. А, нет, все работает. Хочешь потрогать? Нет. Это тачка для тех, кто любит выпить. Потому что здесь раз-два подстаканника. И сзади, сейчас я вам покажу, что там сзади. Напоминаю, что это лонговая версия, и эта машина предназначалась для езды сзади. Поэтому здесь все обустроено для заднего пассажира. Я сразу вспоминаю про эти столики. Мне про них очень много что рассказал тот парень из Дагестана, тачку которого мы смотрели первой. И он прям так гордился своими столиками вот этими, кто постоянно их мне вот так показывал туда-сюда. Конечно, здесь есть подогрев для попы, поддух для попы. Но самое интересное кроется вот здесь. Вот этот подлокотник, как вы думаете, почему он весит больше остальных? Больше тех, которые мы открывали в той и в той этаже. Подлокотник непростой. А с телефоном, еще с одним. То есть, если тебе недостаточно одного телефона, то вы берете второй телефон и сразу на двух трубках висите. Потому что у вас там падают акции, и нужно с одной биржи переводить на другую. Ну, а если серьезно, то здесь еще куча кнопок. Ты кто-нибудь видел, что можно с панели регулировать переднее сидение? То есть, ты можешь полностью его ввести вперед и не просить делать это водителя. Вообще, по сюжету должна была сейчас сделать, как в основном инстинкте. Ладно, здесь есть холодильник, и он в рабочем состоянии. Представь себе, вот ты сейчас смотришь это видео, у тебя в 98-го года холодильник работал бы? Мне кажется, нет. А этот работает. Здесь в этой машине, я не знаю почему, хотя и нет, мы все знаем почему, все-таки тачка воров. Здесь огромное количество мест для хранения. Просто сейчас мы с вами насчитаем их, и вы поймете, что вот это тоже место для хранения, но видим каких-то ценных бумаг. Поэтому вот так все запрятано. Так вот, касаемо мест для хранения, считаем. Раз, два, три, четыре, там секретное место для хранения пять, шесть, семь, восемь, девять. Холодильник тоже будем считать местным для хранения. Десять, и это только что мы нашли на заднем сидении. То есть, если у вас много мелочей, вы не знаете ее куда кидать, эта машина подозначалась для вас. На примере вот этой машины и, окей, этих двух тоже. Я поняла, что в нашей машине нужно установить в первую очередь, и к чему нужно отнестись с особым трепетом. Во-первых, это все, что касается водического сидения и прилегающих к нему элементов. Это руль. Блин, надо будет искать тогда оригинальный руль BMW-шный, потому что этот Хамон никуда не годится. Это просто ужасно выглядит. Найти руль, найти телефон, обновить весь хром, который там есть. По-моему, там тоже антихром. Короче, обновить антихром и сделать из нее, ну, просто. То есть, мы будем перешивать сиденья, чтобы вы понимали, мы будем перешивать потолок. Мы будем все делать по мотору. И, кстати, посмотрите, и просто послушайте, как ласково звучит этот зверь. Вот его мотор 5,4 литра урчит просто, как мейн-кун, который лежит у тебя на ручках. Сейчас вы послушаете. Если там мы сидели, и уже под конец нашей поездки из Минска в Москву, нашего такого трипа во все чашки, тачка вот так вся тряслась, а здесь просто он работает, и ты не слышишь, как он работает внутри. Здесь, смотри, какие двойные стекла охренели. То есть, вообще ничего не слышно. Вообще ничего не слышно. Это будто в капсуле сижу. Пришло время полной отгадки нашей загадки. Вот эти две машины, они перешиты и полностью восстановлены. В них даже были добавлены те функции, которые изначально не было забота. Ну, а эта малышка, она полностью стоковая. Единственное, что с ней делали, это перекрашивали одну часть узова, когда машина попала в ДТП. А так, если вы посмотрите сюда, вы увидите скола на капоте, что является прямым доказательством того, что машина не перекрашивает. Спасибо большое Royal Motors, на самом деле, что дали мне возможность ознакомиться с такими классными экземплярами, которых далось очень малое количество вообще на планете Земля. И теперь я примерно понимаю наш фронт работ над семеркой. Какая огромная работа предстоит. Сколько трудов, сколько денег, сколько нервов будет вложено в эту машину, чтобы она обрела вид одной из этих. Ведь согласитесь, вы бы с удовольствием сели и прокатились на одной из этих тач. И для вас это был бы не просто какой-то понт. Для вас была бы эта теплая ностальгия по нулевым, по фильму «Бумер» и, самое главное, осознание того, что вкус у вас точно есть. Все, ребят, после просмотра «Эталонных семерок» мы решили не заморачиваться и отвезти нашу на свалку. Шутка. Наша Ольга Семеновна отправляется на замер мощности. Сейчас поглядим, сколько лошадок с течением времени разбежалось. Субтитры подогнал «Симон» Что-то мне подсказывает, что после этого замера наша уважаемая не сможет ехать своим ходом. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, у нас все готово? Газ-палас, дедуля! Честно говоря, у меня такое же волнение, как у маска перед запуском «Фалкона». О, господи, она кипит, как чайник! А вот, еще раз, номинальная мощность у стоковой машины какая была? 360 должно быть? Мощность на этот мотор должна быть 360 лошадиных сил. А тест реальной мощности на стенде показал 260 лошадей. Потеря около 30%, и это очень, очень много! Вот это колесные. Это колесные. 228 у нас на колесах, а 260 моторных. Да. И мотор греется. Мотор греется, ладно. Вот это вот колесные, моменты и мощность. Ага. Вот 228,5, 360. 262 почти. 419 на забросе, правда. То есть от 360, который из завода. От 326 осталось 261. 60 сил куда-то. Да, неутешительные показатели. Табун лошадей превратился в «My Little Pony». В процессе замеров спустило колесо. То есть, когда мы заезжали, оно было накачано. И пока мерили, оно спустило. Хорошо, что ни к чему негативному это не привело, но это довольно странно. Будем выяснять причину. Так не должно быть даже для старых авто. По стандарту на стенде делают три замера. Но наша черная молния закипела после второго. И третий даже не стали делать, чтобы совсем не развалилось. Итак, мы переходим к первому этапу. Это будет диагностика двигателя коробки. Будем смотреть, какие ошибки, что и где. И, соответственно, диагностика подвески. После дина стенда машина стала немножко работать по-другому. И появились посторонние звуки в области двигателя. И запахи. И запахи, да. Слушай, Дим, но у нее нету круглой фишки. Она же здесь должна быть, правильно? Да, отдельно. А, есть. Вот она. А где в чем сложность? Сложность в том, что все, большинство сервисов перешли на обслуживание, скажем так, свежих машин. Где обиди разъем. Здесь есть старый разъем BMH-шный, оригинальный, 33-пиновый, по-моему. Лаун читает только блок двигателя, блок КПП, все. А остальные функции недоступны. Сейчас, если дилерская программа возьмет эту машину, будут доступны все функции полностью по кузову. Аккумулятор стоит в багажнике, но для того, чтобы при диагностике аккумулятор не сел, вешаем, скажем так, зарядное устройство, которое будет поддерживать его в течение диагностики. Есть фишки, которые мы используем? Есть, да. Есть фишки, которые спереди специально сделаны для прикуривания автомобиля. То есть, если вдруг там сел аккумулятор. УДБ-шка родная? Да. Ну, посмотрим. Не хочет ее идентифицировать. Дилерская программа свежая. Не хочет читать и опознавать автомобиль. То есть, она не видит ничего. Не, она определила, что блоки есть. Ну, вот то, что она увидела, да. То есть, ты видишь, DME это, в принципе, двигатель. Да, DME, двигатель. Ну, видишь, он неизвестный. Давай основное попробуем вот зайти в блок двигателя, посмотреть. Ошибки есть, нет? Какие? Что пишет вообще? Ну, понятно. Ну, в общем, через ABD разъем нормально прочитать оригинальные программы БВЭ-это не удалось. Но здесь... Видеть в блоки видит, входить не может. И протокол блоков не читает. Так что будем вызывать человека, который будет именно читать. И начать ее через круглую фишку, чтобы все понимать состояние машины. Переходим к следующему этапу. Хотели понять, что с подвеской. Ну, и посмотреть ее снизу, потому что снизу еще ни разу не смотрели. Как бы сейчас будем смотреть и увидим, что нас ждет. Ну, судя по такой коррозии, либо машина где-то стояла. Глушитель и дырка, потому что делали выхлоп разнесенный. Хомут, которого абсолютно нет. То есть здесь должна была быть банка глушителя. Здесь все разорвано, все крепления. Гнилой подрамник. Все места крепления гнилые. То есть машина либо стояла где-то под высоковольтной линией, где-то, где много было влаги, либо, может быть, даже стояла в гараже. И, соответственно, гнила. Вот пороги. Ну, вот, соответственно, полы, которые у нас пробиваются. Друзья, поздравляю нас! Мы пробили дно в прямом и переносном смысле. Прочувствуйте этот ржавый вайп через экран. Мэтр из тачек по сравнению с этой машиной просто идеал. Вот такая дыра. Вот этот сарой, он просто-напросто тоже вот на хомутиках, чтобы не болтался. Ну, с выхлопной системой надо заниматься. Рисус, вот, следы сварки вырезали катализаторы. Что-то здесь с ней делали. Днище гнилое здесь вот на пробочках. Что? Это что? Это что вообще? Экран глушителя сгнил, болтается. Подожди, это для чего вообще? Это пробочка для того, чтобы вот эта пластиковая защита не отпала. То есть, как бы, большая дырка, ее оторвали. Это, типа, вместо шайбы? Да, это вместо шайбы. Соответственно, течет масло с двигателя, откуда-то надо замывать, искать. А помосла посвятилось сюда вообще. Так, один рычаг на машине мининый. Здесь вон пробит пыльник, вон вытекает, смазка вылазит. Это бачок лобового стекла. Он выливался полностью. Значит, он здесь где-то пробит. Ну, соответственно, вот тут все снято. Подрамник безержавый лонжерон. Тоже вон следы ржавчины. Подвеской занимались вроде как. Надо пробовать делать ход-развал. Пыльники тормозные дисков оторваны. Ну, то есть, они отгнили просто. Ну, судя по состоянию тормозных дисков. То есть, диски тормозные, замена колодки, замена. Соответственно, обслуживание суппортов. Это уже коррозия сайлентблока самого. Вот, пожалуйста, тут он. Все, еле-еле дышит. Женя так жестко пальпирует отверткой все днище семерки, что я представила, как будто я лежу на приеме у стоматолога и мне раскурочивают зубы железным шпатем. Смотрите, как после диностенда она стала дымить. Похоже, что-то прогорело во время испытаний, и это просто катастрофа. Просто жесть! Судя по такой дымовой завесе, с мотором все-таки не все ок. Ну, что, можно подвести итог. То, что придется нам заниматься всей полностью подвеской, заниматься кузовом по полной программе. То есть, надо будет разбирать машину до головы, убирать все очаги коррозии, которые присутствуют, соответственно, менять все ржавые детали, восстанавливать систему ручника, тормозную систему, подвеску, смотреть более детально, что там с передом, потому как же рычаги стоят все неоригинальные. Ну, вот отгоним еще на сход-развал, посмотрим, что там у него со сход-развалом. Соответственно, по заду все рычаги замена. По одной простой причине, что их никто не менял, скорее всего, с рождением, потому что там следов того, что была чья-то рука, нет вообще. Коррозия на каждом болту, на каждом сайлентблоке. Сайлентблоки даже начали уже, скажем так, распадаться. С свежей программой оригинальной BMW, к сожалению, прочитать ее не смогли. Будем вызывать человека, который занимается именно старыми автомобилями. По виде диагностики у нас всего лишь две ошибки. Это датчик распредвала и гидромуфта на КПП. Сделаем полную диагностику, чтобы иметь полную картину о того, что нам надо будет делать по технической части автомобиля. Дальше уже приступаем к восстановлению. Для вас прошло пару секунд, для нас несколько дней. Нашли вот такую вот приблуду к нашему суперланчу и сейчас будем читать. А нашли, это ты ее купил или... Ну, взяли во временное пользование. В чем разница с тем, что в Порше раз брали компьютер, а теперь ты это все считываешь с телефона? Это, в принципе, тот же самый компьютер, но единственное, он сделан как бы для андроида. Ну, мы можем также его подсоединить к компьютеру. Просто здесь дело все в том, что есть адаптер, вот этот вот круглый разъем, который под капотом и, скажем так, дает нам возможность читать все системы автомобиля. Сейчас протестируют все модули. Деканирование завершилось и мы видим, ну, можно сказать, кучу ошибок в шести блоках. И вот сейчас будет перечисление. Модуль контроля двигателя. Так, память случайного кода, обрыв постоянного электропитания, FD-адаптация электрического вентилятора. То есть, ну, надо по датчикам будет посмотреть, поменять. И дальше уже посмотреть, что дальше останется, что уберется или что новое появится. Антиблокировочная система. Подкачивающий насос. Не идентифицируется датчик угла поворота руля. Ну, это вообще дорого или это, типа, нормально? Ну, все относительно. Если брать, допустим, подкачивающий насос, надо смотреть, что с ним. Обрыв проводки или еще что-то. Или его замена. Если его замена, ну, надо будет поискать. Потому что, как бы, это уже такая, ну, скажем так, не особо дешевая позиция. Ну, с учетом нынешнего времени и с учетом года этой BMW, я боюсь, что будет стоить некоторых денег. А какое количество общей ошибки? Цель подания напряжения всех, сейчас посчитаем, 50-51. Ну, 51 из этих 51 можно ошибок там, ну, 15 скинуть. Насчет того, что у нас нет бампера и, соответственно, задних фонарей. Поэтому, может быть, эти ошибки, ну, грубо говоря, 15 штук выкинуть из 51. Ну, 36 ошибок. Ты выглядишь слишком спокойно для такого количества ошибок. Я уже просто привык к этому, и поэтому для меня 36-96 разницы никакой. Окей, а что там еще, помимо того, что ты назвал это интересным? Ну, если все перечислять, это будет очень долго. Ну, надо смотреть. В основном ошибки, скажем так, по датчикам, по колодкам, по уровням жидкости, ну, и так далее. Какие-то не работают лампы. Ну, все в кучу связано. Что-то не работает по коншине, что-то не работает по связи между собой. То есть где-то обрыв, где-то, может быть, кто-то полазил, а чья-то рука. Главный вопрос BMW-шников. Если здесь чек-эндж, горит ли он, и есть ли ошибки по двигателю? Конечно, есть, горит. И ошибки по двигателю я же только что все прочитал. А, это все движок был? Да, первые ошибки, все, что я читал, это все было по двигателю. В-12 должен работать ровно, очень. То есть он должен работать идеально. Сейчас же он потряхивает, ну, и неровно работает. Говорит о том, что либо они работают половиной цилиндров, либо что-то происходит. Не просто так же куда-то стуканей ускакали. В принципе, на данный момент понятно, чем нам заниматься с машиной, что надо делать. И сейчас будем приступать к работе, устранять. А дальше будет видно, когда устраним эти ошибки. Посмотрим, что вылезет еще. Сюрпризов много в этом моторе может быть. Ну, сейчас на данный момент на двигателе говорит то, что осталось всего лишь две ошибки. Сейчас проверим, какие. Глоши. Ну, походу, у нее в системе антифриза нет. Это мы прокачали, сбросили давление воздуха. Он слышит? То, что эти были бульки, это закипал антифриз. Его очень мало, и поэтому отсюда, ну, некоторые ошибки. Ребята, это полный трындец. Я не знаю, что делать. Ну, датчик положения распредвала остался. Активация электронного вентилятора не работает. То есть, надо смотреть. Это может быть из-за того, что мало антифриза, просто-напросто не срабатывает датчик. Прокачивающий насос на АБСе. В системе охлаждения есть еще момент, может быть, пробита голова или прокладка ГБЦ. То есть, надо проверять, смотреть, сейчас надо доливать антифриз, заводить. Это называется эмульсия. Фу! Скорее всего, пробита прокладка ГБЦ. Вот эта вот эмульсия, это... Фу! Это выглядит как гной. Бедная семерка. С вечной горячкой жила до нас. Либо пробита ГБЦ, либо прокладка ГБЦ. Промывка всей системы. Скорее всего, возможно, замена радиатора. Минимально это снимать ГБЦ, смотреть. Какая из них, правая, левая, мы же не знаем. Не избежать там ремонта мотора. Это типа то, что вместо масла там сейчас находится, по сути? Эмульсия, она обычно вверх поднимается, масло внизу. На щупе показывают. Внизу масло, вверху эмульсия. Эмульсия, как пена, взбивается наверх, как взбитый слит. Придется, я думаю, капитальный движок. Вскрывать и смотреть, что-то. Ну что, Ангелина, а как у тебя там дела? Как у тебя обстановка? Не, ну пока я купил. Это у нас лаунж-зона с бассейном. Это бассейн, это мои ноги. Тут у меня вид, как у Тони Старка. Очень много еще разных машин. Причем самый популярный цвет здесь почему-то, знаешь, над-догрейт такой, туалетный серый цвет. Вон он здесь самый популярный. Здесь очень много машин с ним. Короче, Коль мне сказал, что он не хочет мне это говорить не на камеру и скажет это на видео, чтобы я среагировала. Но с учетом того, что, Коль, мы снимаем как бы видос про Тейши Тарс в сарае, ты меня хочешь реально чем-то еще удивить? Ну смотри, давай напомним еще раз, зачем мы ездили именно в Минск за BMW. В чем ценность ее? Найти умеленно разваливающуюся тачку. Ты мне назови критерии, по которым мы отбирали машину. Их было всего два. Живой движок. Стоп, на этом стоп. На этом мы закончим. Угадай, что движок. Второй критерий мне даже не надо произносить вслух, ты серьезно. Типа того. Что случилось? Женя начал диагностировать тачку. Стой, Коль, подожди, подожди, впервые за год я приехала отдохнуть. И ты хочешь что-то, потому что твою гибель сейчас. Мне кажется... Просто подписчики заставьте его сжариться. Есть такое подозрение, ощущение, что тебе нужно прямо сейчас оттуда сматываться, чтобы хватило бюджета вывести проблему. Коль, что произошло? Ты можешь конкретику иметь? Ну, короче, если серьезно, типа Женя провел диагностику тачки, и в процессе диагностики стало понятно, что там в двигателе эмульсия, попадает антифриз в масло. И, соответственно, что, ну, как бы я сам не супертехнический специалист, что для нас из этого следует? Там 12 цилиндров. Чтобы наладить работу одного цилиндра, Женя сказал, это где-то 50 тысяч рублей. Ты что, гонишь? Нет. Ты сейчас не говори, что проблема оценивается примерно эстимейтли в 600 тысяч рублей. Коль, мы тачку за сколько покупали? Я про то же, я поэтому и решу. За 7 тысяч, за 7 тысяч баксов. Ты хочешь сказать, что эта проблема стоит больше, чем сама машина в два раза? Да, и это только двигатель. Есть, Варик, эту тачку скинуть, короче, и вернуться к тому первому варианту с российскими номерами. Абсурд ситуация заключается в том, что мы ехали в Минск, чтобы найти иголку в стоге сена. В итоге мы вместо этой иголки нашли сенное говно, огромную коровую лепёху, которая нас там поджидала. И я больше всего с этого как бы и угораю, и плачу. Знаешь, лишь бы где, лишь бы, вот лишь бы не в Москве мы ездили искать эту машину. В Дагестане, в Минске. Готовы были поехать в Ставрикуль после Дагестана, чтобы найти машину с нормальным движком. И в итоге за что боролись, на то и напоролись, как вы можете сказать. Да, соответственно, у меня вопрос, что делаем. Короче, я вернусь где-то через неделю. Я предполагаю, что за эту неделю нам нужно найти контрактный мотор, чтобы тачка была в полном техническом исправном состоянии. Вот это, конечно, меня поразило. Дорогие зрители, по ходу мы стряли по самые помидоры. Кузов гнилой, ходовка убитая, да и двигателю по ходу хана. Субтитры создавал DimaTorzok